Немножко хотел бы рассказать о мультимедийных возможностях сотового телефона. Это прослушивание MP3, радио и видео. Ну что, давайте перейдем к меню. Значит, у нас есть отдельный такой пункт мультимедия. Вот мы заходим в мультимедия. Камера, просмотр изображений. Вот у нас есть один кадр. Вот так примерно просматривается изображение. Клавишами механическими мы можем изменять, то есть проводить ротацию. Например, увеличить вот этой клавишей. Здесь можно перевернуть изображение и так далее. Видеоплеер. Здесь у нас вот есть, к сожалению, один пока занесенный видео. Правда, одно занесенное видео. Хотя, вот самое интересное, что если он не понимает, то есть я имею в виду телефон не понимает формат, он, по крайней мере, его воспроизведет как аудио формат. Вот в данном случае MP4 он не понял. Вот поэтому мы выйдем. И далее я вам все-таки покажу, как это все выглядит. Аудиоплеер. Очень простой аудиоплеер. Списочек. Вот есть у нас песенка. Сейчас я вам покажу, как он играет музыку. Кстати, по поводу звука из динамика. Звук, к сожалению, довольно тихий. Ну, или же можно его назвать средним. Но зато качество звука мне очень-очень порадовало. То есть прослушиваются некоторые такие низкие частоты. Я даже вчера весь вечер, не знаю по какой причине, но что-то так мне захотелось. Я слушал многие песенки. То есть закачал сюда целую кучу песенок. И слушал через мобильный телефон. Не через наушники, а через мобильный телефон. Ну, почему-то мне понравился звук. Вот такой простенький плейер. Регулировка громкости. Тем не менее, у этого простенького плеера есть интересные настройки. Поэтому мы влезаем сюда. И вот звуковые эффекты. Аудиоэффекты. Вот есть 3D-звук. Так, это что такое? Выключить, чего выключить-то? Наверное, все выключить пусто. Чего готово, они тоже не совсем понятны. Аудиоэффекты. Эквалайзер есть. Вот можно диско, там всякие различные. Так, тут есть даже ручной где-то. Сейчас мы перейдем. Реверберация. Так, концерт, душ, церковь даже есть. Вот это да. Маленькое помещение. Ну, вот такие вот эффекты. Есть 3D-звук, различные режимы. Дальше все-таки хочется найти, где тут есть эквалайзер-то. Вот, значит. Выбор редактировать, переименовать, восстановить по умолчанию. Самое интересное, что все-таки он есть. И вот можно отредактировать. Вот смотрите, от 100 Гц до 12 кГц. Многие даже крутые телефончики и то не имеют эквалайзера. И уж тем более от 100 Гц до 12 кГц. Я думаю, что для подобного телефона это очень даже круто, что можно отрегулировать вручную, либо пресетами. Усиление низких частот здесь присутствует. Можно включить или выключить. Хотя в штатных наушниках, конечно, качество так себе. Не очень громкое. Ну и плюс, конечно, басы не так хорошо прослушиваются. Но, к сожалению, здесь 2,5 мм наушники. Вот, поэтому, ну, немножко накладывают такие минусы на телефон. Вот, что не подключишь, нормальные, большие. Либо с переходником. Сейчас мы подключим гарнитурку и радио запустим. Хлоп. Наушники пкл. Переходим в мультимедиа. Ищем ФМ-радио. Вот оно, ФМ-радио. Вот сейчас у нас из наушников долбит музыка. Симпатичное такое, вполне, радио. Переход вправо-влево. Дальше можно список каналов посмотреть. Вот тут уже целая куча сохранено. Можно до 20. Вот они все сохраненные. Так, ручной ввод, установки. Обложки поменяйте. Вот можно включить, например, громкую связь. Очень даже громко и вполне комфортно слышно. Продолжается также обыдочить. Московская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская. Заметьте, какие вот басы идут при воспроизведении звука. Ну, давайте музыку. Ну, в общем, вот так это все выглядит. Можно записать радиостанцию. Вот, например, здесь есть запись. Вот сейчас идет запись. Нажимаем Стоп. Нажимаем Сохранить. И мы сохраняем. Нажимаем Стоп. Конечно, даже при максимальном качестве не очень хороший, конечно, звук получается. Но зато есть расписание, насколько я помню. Тут даже есть расписание. Вот он запланирует запись FM. Это очень удобно, например, если вы хотите какую-то передачу записать. Вот. Которая, например, идет там в 0-0 часов, когда вы спите. Вот вы можете поставить сюда полностью все расписание. Вот. И задать его. И у вас запишется какая-то передача, радиопередача. Давайте напоследок все-таки... А, вот, кстати, здесь синтезатор мелодии. Он простой. Можно задавать мелодии. Вот таким вот образом. Дальше. Все-таки покажу видео, да. Переходим на карту памяти. Здесь мы... Так-так-так-так-так-так-так-так. Карта памяти открыт. Ищем, 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 ищем. Вот, кстати, сейчас покажу те видео, которые не запускаются, например. Так-так-так-так. Вот. Большая. Большой видеофайл. Играет только музыка. Оно, к сожалению, сейчас тиховато, там сейчас стоит. Но, тем не менее, музыка играет. То есть, это HD-видео, которое только идет звук. Вот, например, тоже HD-видео, у которого идет звук. Нажимаем стоп, назад. И сейчас я все-таки попробую найти, где у нас тут видео хоть какое-нибудь открыть. Мои видеофайл. Мои видеофайл открыть. Может быть, вот это воспроизведется. Да, вот у нас видео 320 на 240. Больше разрешением он не тянет. Здесь есть увеличенная весь экран, вот таким вот образом. Можно перематывать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.